Это тема как-то сопровождает меня уже давно, в студенческих времен. Конечно, я в космоморе, все это там стрихи к утопии, мультиверзальные безбарьерности. Я, конечно, легко рукой все это написал, хотя, в принципе, здесь будет мало теории, будет больше о людях, судьбах, о проектах, полусобытиях, прочных событиях и немножко такие вот общие размышления. Начинаю с того, что недавно я был в Калининграде, сошел там в музей Мирового океана. Я должен сказать, что это вообще замечательное место, как музей. Когда я был, там внутри музея шла выставка на тему «Жизнь в невесомости». Основа ее — это 40 работ, 40 фотографий, сделанных американским космическим агентством НАСА в рамках 30-й и 31-й экспедиции на МКС в 2011 и 2012 годах. Передал эти фотографии музею российский космонавт Олег Каноненко, принимавший участие в обеих из этих миссий вместе с американцем Дональдом Петтитом и Андреем Керпасом из Нидерландов. Напротив входа в музей на вечной стоянке с 2005 года судно Москово-космического флота или, если официально, мы же начали с этими интересными официальными названиями, если официально, это судно службы космических исследований отдела морских экспедиционных работ Академии наук СССР. Космонавт Виктор Пацаев. В августе 2015 года признана администрацией Калининградской области выявленным объектом культурного наследия, что, с одной стороны, радует, с другой стороны, это, конечно, грустно. Я об этом еще буду говорить. Но в целом, когда я бывал в этом музее, конечно, разные у меня возникли мысли насчет космонавтики, насчет прошлого и будущего космонавтики. Конечно, вот, бывая в этом музее, там, увидев вот эти фотографии, сделанные НАСА, и увидев вот Пацаев, судно Пацаев, как единственный оставшийся экземпляр Москово-космического флота СССР, Конечно, стало грустно, поскольку, ну, это что-то говорит о плачевном состоянии российской космонавтики. Но я сегодня не буду об этом, потому что возникли еще другие мысли, о которых я сегодня хочу что-то сказать. Хочу поделиться именно, насколько близко когда-то были океанология и космонавтика. И что еще как-то вот меньше, ну, примерно 50 лет тому и назад существовала некая тесная связь между океанологией, космонавтикой, то есть внутреннего и внешнего космоса. Сегодня этот связь почти не существует и не осущается. Как я уже сказал, 50 лет тому и назад ситуация была совсем иная. В 60-е и 70-е годы прошлого века океан рассматривался как внутренний космос, который надо было завоевать, как и внешний космос, пространство с атмосферой Земли. А лучше всего это делать совместными усилиями акванафтов и космонавтов. Шла тогда целая война литературы и на Западе, и на Востоке на эту тему. Типичный очень пример, это из немецкого водолазного журнала «Дельфин». С июня 1969 года статья довольно известного популяризатора всего этого дела, Хайнриша Фокта. Статья на тему у астронавтов и акванафтов очень много общего. А вот именно, ну он там долго рассуждает, конечно, связывает их то, что они как-то действуют в враждебной, так называемой, враждебной среде. И что они не могут, как-то оторваны от своего хабитата, не могут существовать, не могут как-то передвигаться в этой, как бы, враждебной среде. И, конечно, что тоже очень типично для этих материалов, это то, что тогда считалось, что космонавтика – это хорошо, но будет время, когда лидирующие силы станет акванафтика. Когда именно война популярности космонавтики пошла как бы на нет, тогда Павкест будет диктовать именно акванафтика. Символом того времени, того духа, поздних 60-х годов стали подводные домики. Это особенно касается США. Самый хороший пример – это подводная лаборатория Тектит-1 и Тектит-2, построенные в 69-70-м годах. Самоназвание проекта Тектит было выбрано очень тщательно. В природе словом Тектит называет загадочное стекловидное вещество, изредка встречающееся на Земле. Предполагает, что оно имеет космические внеземные происхождения. На фоне того, что тогда океан рассматривался как внутренний космос, а пространство за атмосферой Земли – как внешний космос, слово Тектит считалось идеальным для проекта, соединяющего эти два пространства. Вот здесь вам пример Тектита обработки американского художника по стеклу Джоша Симпсона. Действительно, получается очень красивая структура, почти похожа на Землю. Научная программа Тектит вначале планировалась НАСА как часть национального космического проекта Skylab, который существовал с 1973 по 1974 год. Однако после того, как к экспедиции подключилось Министерство природных ресурсов, а затем и военно-морские силы США, проводящие самостоятельные подводные исследования, цели и задачи ее существенно изменились и расширились. Заказ на искодавление подводного космического жилища НАСА получила фирма General Electric, хорошо сорекомендовавшие себя в создании космических систем обитания. Центральная идея проекта была использование подводного жилища для имитации условий длительной космической экспедиции и жизни на инопланетной базе. Где еще на Земле, как в морских глубинах, составать обстановку максимальной изоляции и оторванности от привычного земного мира. Жизнь и безопасность акванавтов и космонавтов целиком зависят от надежности аппарата, в котором они находятся. И те, и другие, выходя за порог своей обители, используют доспехи с индивидуальными системами жизненнообеспечения. Наконец, акванавты, работая в безопорной водной среде, испытывают гидроневесомость, весьма схожую с космической невесомостью. Словом, подводная станция обеспечивает наиболее достоверную в семьях условиях и техническую и психологическую обстановку пребывания людей за пределами родной планеты. Эксперимент, по мнению специалистов НАЗА, должен был ответить на многие не совсем тогда еще неясные вопросы, возникающие при подборе экипажей для многодневных космических полетов. Как пройдет в непривычной обстановке акклиматизация команды? Как сложится повседневный быт и взаимоотношения между членами экипажа? Появятся ли между ними трения? А если да, то как они будут устранены? Все это живо интересовало организаторов предстоящей экспедиции. Но, конечно, надо сказать, что подводными хапитатами преследовались и числовоенные цели. Например, получение данных не только для будущих австронавтов, но и для экипажей атомных подводных лодок. Другой пример. Система обнарушения звуков против советских подлодок. Ей сильно мешала различные температурные слои в океане. Было необходимо создать соответствующую банку данных, чем и занимались на борту различных подводных сооружений. В США, наверное, никто лучше не представил единства внутреннего и внешнего космоса, чем Мелком Скотт Калпентер. Морской офицер, авиатор, летчик-испытатель, авиационный инженер и астронавт. В 1959 году был одобрен в первую семерку американских астронавтов. И в мае 1962 года на корабле Mercury Atlas 7 завершил второй, после Джона Глена, американский обитальный полет. После этого стал акванавтом. Проводил интересные исследования на Силе-Бе-2 в 1965 году. И стал исследователем потом океана через собственную фирму Sea Sciences. Связь между внутренним и внешним космосом особенно удачно проявила себя 29 августа 1965 года, когда Скотт Калпентер с борта своей подводной лаборатории Силе-Бе-2, финансированные военно-морским флотом США, недалеко от Калифорнского берега разговаривал с астронавтом Гордом Купером, который в это время сидел в своей капсуле Gemini-5. Но что важно, обсуждая тогдашние реалии, важно то, как мне кажется, что эти подводные дома, они детище ранней кибернетической эпохи. С одной стороны, их использовали в целях получения данных для будущих полетов в космос. Через них хотели выяснить, каково поведение людей, поживающих в узких помещениях, окружаемых враждебной среды. С другой стороны, вполне возможно, что и космические станции, и подводные дома – результат попыток создать то, что в NASA называли a true locked-in system, по-настоящему замкнутой автономной системой. Основное предназначение такой системы – анализировать, как складывается жизнь в условиях лабороподобной управляемости. В конце концов, люди искали ответ на вопрос о том, как управлять автономными системами. По мнению исследователя этой проблематики Свена Мессиновича, цитирую, «Совсем не исключено, что космические подводные системы опитания рассматривались как цивилизационные модели, как эксперименты в автономные системы, или даже как проекты альтернативной жизни, реализуемые в рамках технологической утопии с ее обещанием нового мира в условиях холодной войны». Действительно, технологический хайп тогда охватил самые широкие массы. Пошла целая война книг на тему «Человек и машина», в которых говорилось о новой витке эволюции человека, о возникновении новой кипонетической антипологии, используя термин Карла Штайнбуха и так далее. Царь – дух кипонетики, дух замкнутых систем. И в телесериалах того времени, помните «Стартрек», «Свездный путь» с его первой директивы, нельзя вмешиваться в чужие дела, а занимать выжидательную позицию, поле нейтрального наблюдателя, следящего за тем, что происходит в далеких автономных цивилизациях, ничего не меняя, да и сам не меняется. Что касается Советского Союза, здесь интерес к подводным домам кратковремен, но очень интенсивен. История от действительных российских, советских, украинских, как сейчас отличают, подводных домов, начинается в 1966 году, а заканчивается примерно в 1974 году. А если брать кино, в принципе, есть два фильма, которые обозначают начало и конец этого бума, вот этого периода, этой эры, это известный всем, наверное, фильм «Человек-амфибия» 1961 года, Чепотарёва и Казанского по роману Алексея Беляева. И конец, второй фильм, это «Акванафты», 1977 год, фильм Вознесенского по отнименной повести Сергея Павлова. Было в Советском Союзе четыре проекта подводных домов, их теандр, садко, спрут и Чёрномор. Все четыре были реализованы на Чёрном море. С одной стороны, чёрноморские воды отличаются наилучими условиями для водолазов, тёплые и достаточно безопасные места. С другой стороны, на Чёрном море было сосредоточено большинство экспериментальных баз разных организаций, занимавшихся океанографическими исследованиями. Но была ещё и третья сторона. Два проекта, их теандр и спрут, были разработаны и реализованы энтузиастами, которые тратили на них свои личные отпуска и личные средства. Вот вам фотографии насчёт проекта их теандр. Это участники этого проекта 1966 года, первые в СССР, женщины-акванафты, аспирантка Московского экономико-статистического института Галина Гусева и врач Мария Барац. И вам следующее. Это проект Чёрномор. Это уже после этой любительской фазы, когда мужики взялись за дело и всё это организовалось в Академии наук. И тогда это уже более как-то выглядит. Но я должен сказать, что, что касается Советского Союза, что связь внутреннего и внешнего космоса в СССР обеспечивалась, в принципе, другим путём. Не путём развития этих подводных домиков, а путём, или скажем, через морских лётчиков, ставших космонавтами, а также морских инженеров, работавших на космос. Когда была сформирована первая группа космонавтов 7 марта 1960 года, эта группа состояла из 20 военных лётчиков. Среди них 9 лётчиков военно-воздушных сил, 6 лётчиков противовоздушной обороны, а 5 лётчиков морской авиации. Иногда к морским лётчикам причисляет и первого космонавта Юрия Гагарина. Понятно, что моряки этого хотят, но это не совсем точно, потому что первый космонавт Семри Гагарин, хотя и не является морским лётчиком, но с самого начала своего профессионального пути было тесно связано с ВМФ. Так что определённая доля, правда, в этом есть, если они его причисляют, но он не был морским лётчиком. Он после окончания Чкаловского военно-авиационного училища в 1957 году был направлен на Кольский полеостров, на аэродром Луустари, где состоял в частях ВВС, которые взаимодействовали и прикрывали силы Северного флота, но не были в его составе. Из Луустари Гагарин попал в отряд космонавтов, и только через несколько лет, в 1965 году, он вернулся в эти места, где он начал свой профессиональный путь. Во время этого визита, в 1965 году, он побывал и на первой базе атомного подводного флота в Западной Элице, где на одной из подводных лодок в флотиле вышел в море и был принят в братство подводников. Вспоминает участник этого события моряк Анатолий Евремов. Цитирую. Работники политорганов различных уровней требовали не покружаться ниже перископной глубины или убедили их, что будем ходить на безопасной глубине 40 метров. Но чтобы стать настоящим подводником, надо поплавать на рабочей глубине, а для нашего проекта, это атомная подводная лодка К-131, это 240 метров. Мы эту глубину должны были имитировать докладами. На мой взгляд, Юрий Гагарин понимал все и принял правила навязанной ему игры. Через полтора часа сплыли, поздравили его с вступлением в братство подводников, чему был несказанно рад. Конец цитаты. И действительно, Юрий Гагарин, есть такие высказывания, его действительно было впечатлением, и тогда сказал, что, в принципе, подводные лодки, они очень похожи на космические корабли, и что вообще моряки, подводники, что они все герои. Но это насчет Гагарина, который не был совсем символом единства этих двух, хотя есть такие моменты, я просто ради анекдот, ради интереса хотел просто провести этот эпизод. Но есть один советский космонавт, который действительно очень сильно как-то вот олицетворяет вот это единство вот этих двух космосов, а это космонавт Валерий Рождественский. Отец его, Илья Александрович Рождественский, военно-морской инженер, участник Великой Одесной войны, и сын Валерий 12 октября 1961 года окончил третий факультет Высшего военно-морского инженерного училища по специальности военное кораблестроение надводных кораблей и получил квалификацию военный инженер-корабльстроитель. 3 августа 1962 года по 25 октября 1965 года он стал командиром водолазной группы аварийно-спасательной службы на Байпфлоте. Здесь очень редкая такая фотография его в форме москового офицера. 28 октября 1965 года приказом главкома ВВС стал зачислен в отряд космонавтов. С 30 декабря 1967 года он стал космонавтом второго отряда космонавтов. С 1976 года прошел курсы подготовки к полетам. В октябре 1976 года совершил полет в космос в качестве бот-инженера космического корабля «Союз-23». В 1986 году был отчислен из отряда космонавтов и с октября 1986 года работал в центре подготовки космонавтов имени Гагарина снес большой вклад в создание тренажеров и других технических средств подготовки экипажей. Но после распада Союза был уволен в САПАС в звании полковника и стал, но не очень успешным, мне кажется, бизнесменным, сотрудником компании «Мекополис Индустри». Но рождественские, на вопрос, что же объединяет военных моряков и космонавтов, когда-то вот писал, я цитирую, «Роднят их процесс, сядь хоть бы самые простые термины. Полет осуществляется в космическом корабле». У нас есть такие понятия, как свистоплавание, космоплавание, пристыковки на орбите, причаливание. Во время этой операции мы тщательно исследуем переходные луки, как, к примеру, при работе водолазов с экипажем подводной лодки. Космонавты много берут у моряков и сами любят делиться опытом. Нам частенько выпадает трудиться бок о бок, порой находимся, образно говоря, в корабльном режиме. Конец цитаты. Помимо космонавтов, ну типа вот рождественского, есть еще целая такая группа технических специалистов. Я просто здесь выбрал одного, довольно интересная фигура, Виталий Георгиевич Беспородов, который окончил командный факультет Высшего военного морского училища именно Фрунзе в 1950 году, потом и Высшие радиотехнические офицерские классы ВМС при Морском инженерном радиотехническом училище в 1955 году. После этого стал руководить деятельностью морского командно-измерительного комплекса, который включал 11 морских измерительных и командно-измерительных пунктов. Участвовал в проектировании, строительстве, организации, приемке и выполнении задач управления полетом многочисленных космических аппаратов, новыми морскими командно-измерительными пунктами и нескольких проектов Семена, Семена-М, Сириес, Канопус, Феникс, оснащенных узавоченствованными радиотереметрическими станциями, командными радиолиниями, средствами спутниковой связи и электронными вычислительными средствами. С 1997 года он является председателем созданной по его инициативе общественной организации Клуб ветеранов Москово-космического флота. Так что он как раз внес огромный вклад в создание, развитие вот этого космического флота, о котором я вначале говорил. Вообще, эта служба космических исследований отдела морских экспедиционных работ АНССР, морской космический флот, мне кажется, что касается СССР, это самый сильный символ единства внутреннего и внешнего космоса. Вот этот флот в течение многих лет обеспечивал космические программы СССР. К концу 1978 года флот насчитывало 11 судов, базировавшихся в Ленинграде и Одессе. В США, начиная с 60-го года, существовало 25 судов, способных сопровождать космические программы. Сейчас их три, причем самые современные. Хауэрд Лоренсен вошел в строй совсем недавно, в 2012 году. И в заключении, тоже в качестве анекдоты, еще один маленький, но не безинтересный детал, часы, с которыми советские космонавты в середине 70-х годов летали в космос, назывались океан. В 1976 году первый Московский часовый завод начал производство на основе швейцарских механизмов наручных часов с секундомерным устройством хронографа моделей 3123. Изначально часы предназначались для офицерского состава ВМФ и назывались поэтому океан. Это известные изделия 731. Позднее выпускались модификации для летного состава ВВС под названием штурманские, а в космосе побывали многие версии океана. Здесь тоже пару слов насчет военного измерения. Без этого нельзя обойти. Конечно, вот этот морской космический флот это часть космической программы Советского Союза и как таковой конечно и часть военно-промышленного комплекса Советского Союза. Достаточно сказать, что вот этот флот это подразделение, которое формально подчинено Академии наук СССР, но фактически оно подчиняло Министерство обороны СССР. С конца 70-х годов глубоководными проектами систематично занимается в принципе сначала в Советском Союзе, сейчас в России, насколько я знаю, занимается в принципе одни военные. В основном через известную войсковую часть 45707 формирование военно-морскового флота СССР и России, которое было сформировано в октябре 78-го года в Ленинграде. Один из наиболее засекреченных военных объектов в России относится к Главному управлению глубоководных исследований Минобороны России и отвечает за испытания и эксплуатации атомных глубоководных станций. Глубоководных станций в основном это подводные лодки чисто военного назначения. По неофициальным данным гидронафты, как их называют, сотрудники этой части гидронафты, они занимаются разведывательной деятельностью, они прослушивают кабели связи, устанавливают датчики движения, а также собирают с морского дна обломки кораблей, самолетов и спутников. Вот это насчет эмпирики. Как я уже сказал, о том, я сейчас говорил, об этом единстве, как оно складывалось и на Западе, и в Штатах, особенно в Советском Союзе, единство внутреннего и внешнего космоса. В настоящее время от этого единства мало-то осталось и не очень чувствуется. Я здесь не буду распространяться о причинах, просто констатирую. Во-первых, программа НАЗА по подводной подготовке астронавтов сильно сократилась. В принципе, действует лишь одна морская база «Аквариус», недалеко от Флориды. Служит она местом тренировки американских космонавтов перед космическими миссиями в рамках программы «НЕМО», что расшифровывается как НАЗА Extreme Environment Mission Operations Миссии НАЗА по операциям в экстремальной окружающей среде. Расположена она в этой лаборатории на глубине 19 метров, основная цель программы изучения человеческого реакции поведения организма при нахождении в экстремальных условиях подводной лаборатории. с 2005 года НАЗА использует эту лабораторию для рада экспедиции продолжительности от 10 до 14 дней, в ходе которых космонавты и другие сотрудники НАЗА проводят научные эксперименты. Это насчет Америки, насчет России, но я уже сказал, что от славного МКФ СССР осталось одно судно сейчас превращается все больше и больше в музеи, что конечно с одной стороны хорошо и можно поблагодарить Калининградскому музею, что они взялись это, но конечно там остается все равно такой момент печали, что это так. В целом растражает вот эти дискуссии, которые в принципе повторяя то, что было сказано в 60-е годы насчет того, что противопоставляется океан и космос. Вот это сейчас стало очень модно во всяких блогах, в интернете вот это противопоставление океана и космоса. И требование как Фокт это еще сказал в конце 60-х годов требование сосредоточиться на изучении океана в ущерб космоса. Но я могу вам просто вот я нашел там вот эти отрывки из этих дебатов там в интернете на тему например проложить дорогу в космос легче чем исследовать океан. Две третьи поверхности земли покрыты водой. Амировой океан океан подобно изучен лишь чем на 2% как уверяет нас Анатолий Сагалевич заведующий лабораторик глубоководных обитаемых аппаратов института океанологии Российской Академии наук. Океан рядом и в нем невероятные ресурсы как энергетические минеральные так и биологические а мы не уделяем этому должного внимания говорит Сагалевич. Победа космических дали над тем что лежит и плещется у самых наших ног кстати не всегда было очевидно и Жоржи Лвен с жаром и упоением писал что про капитана Нему так и про путешествие на Луну снаряде выпущенном из большой пушки однако в том что победил таки космос виновата прежде всего холодная война и последовавшая гонка вооружения в том числе и космических да и полет Кагарина по вызванной им буре эмоций превзошел победу в Великой Отечественной войне изучая космос человек осушает себя особо могучим ведь он осуждает о покорении далеких миров но тот факт что мы до сих пор бессильны перед неистовой мощью океана очевиден в нем бесследно пропадают полетающие самолеты а в его глубинах можно спрятать Гималайи Увы считает Анатолий Загалевич сейчас изучается больше то что модно и океану источнику ужасных угроз вроде цунами а также различных источников придется подождать очередного ее витка или еще как бы на тему правда что мировой океан изучен хуже космоса вполне возможно космос человек действительно знает лучше чем собственный океан но почему планеты и звезды манят к себе гораздо больше чем глубины мирового океана в котором ни у кого нет сомнений находится немало полезных ископаемых возможно ответ на этот вопрос стоит искать особой природе человека который всегда стремился подняться как можно выше ведь мысль о полетах в космос где ты становишься ближе к звездам вдохновляет намного больше чем мысли о погружении в темную бездну океана конец цитаты мне кажется что пора восстановить потерянное единство внутреннего и внешнего космоса исчезнувшее единство двух космосов безсомненно задействовало углублению кризиса океанологии и космонавтики однако простое возвращение к традиционным кипернетическим подходам НАСЕ нежелательно сегодня речь наверно должна идти преимущественно не о подготовке космонавтов к более или менее ограниченному пребыванию в невесомом пространстве а о приготовлении человека к перманентной жизни в достаточно разных универсумах именно поэтому кипернетическая утопия замкнутых самодостаточных автономных пространств нуждается в обновлении возможный первый шаг в этом направлении отказ от идеи враждебной среды которую следует покорить ее замена идеи непривычной нестандартной среды контакт с которой содействовал бы дальнейшей аугментации человека значительно кстати обновляя первую директиву стартрека надо вмешиваться но не ради режим change а самотрансформации это конечно предполагает существенную киборгизацию последнего человека а где это лучше делать чем в океане через перманентное проживание соответственно предлагаю мысленно двигаться в сторону посткибернетической утопии мультиверзальной беспорядности свободного передвижения человека киборга в разных пространствах в условиях существования космоморья единого инклюзивного мега космоса постчеловечества идея нестандартной среды ключевая она противостоит представлению о том что человек для своего самоутверждения должен постоянно заниматься то ли поиском то ли культивированием своих корней то есть по существу стать немобильным в уме мультикульти максимальные на что это представление способно идея нестандартной среды идет значительно дальше поощряя развитие у человека своего транскультурового начала как заметил живущий и работающий в Германии литературовед Арата Токеда после чтения текста Франца Кавки о деревьях опубликованном в 8 году в этом тексте люди сравниваются с деревьями Укорененность стволов деревьев подвергается при этом сомнению ведь мы как стволы деревьев в снегу кажется что они ровно и небольшим усилием их можно сдвинуть в сторону нет нельзя ведь они крепко связаны с землей но смотрите даже это лишь кажется намек на потерю корней человека не обязательно сигнализирует принципиальную ошибочность путия человека напротив это может означать предпосылку его бытия ориентированную на принципиальную подвижность все рефлексии об идентичности и различии неизбежно будут в силу этого измеряться сознанием их собственной предварительности что одновременно признает подвижность идентичности и различия конец цитаты принципиальная подвижность в том числе идентичности и различия сознание собственной предварительности позднейшие условия для отдаления человеком своего чисто биологического начала перерастали его в киборга космоморяка поэтому так ценные и актуальные попытки через застали соответствующие инфраструктуры обитания поощрять перманентное расширение подвижности человека есть масса проектов прошлого настоящего и может быть даже будущего которое как-то развивает эту идею я хочу в заключении несколько из этих проектов назвать это конечно советский авангард это Георгий Крутиков с его проектом летающего города 28 года этот проект стал важным этапом разработки Крутикова теории подвижной архитектуры цитирую архитектура стремится стать все более и более подвижной современная неподвижная мертвая и неудобная планировка городов в дальнейшем должна быть заменена подвижной планировкой основанной на новых принципах решения пространства помощь рождению этой новой подвижной архитектуры задача уже сегодняшнего дня живое дело современного архитектора и запретателя слова 29 года второй пример это Виктор Камыков его проект город в воздухе Сатурне 30 года создание вокруг земного шара по экватору города кольца поднятого в воздух кольцо будет вращаться со скоростью вращения земли то есть неподвижно висит над экватором на верхней стороне кольца планировалось устроить непрерывную полосу для взлета и позадки самолетов и других летальных аппаратов но есть и другие примеры из Тикого Запада особенно это касается очень такого интересного человека из Англии Сетрика Прайс известный антиархитектор с его различными проектами по поощрению идеи подвижного пространства самый знаменитый у него проект проект 1961 года придуман для места недалеко от реки Темса в Лондоне так называемый Фан Пелес или лаборатория веселья совместный проект с театральным директором Джон Лиллвуд вообще Фан Пелес это манифест не экологической структуры внутри которой собраны разнообразные виды культурной деятельности танец музыка живопись расположены на мобильных платформах которые управляются подъемным траном люди там ну исходя из планировки это примерно там 50 тысяч как бы жителей они там могли постоянно как-то передвигать различные элементы вот этой структуры составая таким образом неожиданные сочетания форм деятельности и участвуя в арт процессе сам этот проект был не реализован но свои идеи подвижного пространства оказал значительное влияние на творчество других архитекторов таких как Ричард Лоджерс и Ренсио Пиано другой интересный проект Прайса это проект интеракшн центр 1977 года проект такого коммунального центра в Лондоне интересно что в этом проекте и этот проект задажал инструкцию по сносу потому что идея не только подвижности но и временности это очень занимало Прайс и он хотел чтобы его работы снесли после определенного времени что касается Фан Пелес он исходил из того что это примерно 10 лет потом надо снести а здесь вот этому проекту интеракшн центр он дал 20 лет и интересно что он тогда еще писал при планировке что надо как-то его снести и использовать стройматериалы как бы и дальше проект действительно был снесен в третьем году значит в год смерти Прайса причем архитектор сам выступил со снос своего здания и против планов его сохранить и некоторые которые даже утверждают которые его знали это его двигал вот этот вот этот вот этот протест против того что государство вот хотел поставить под контроль хотел сохранить этот проект а последние как бы два-три года его жизни он действительно боролся вот за то чтобы снесли а потом приняли в третьем году приняли наконец-то решение что будет снесен дом и после этого он умер так что выполнил как бы свою последнюю миссию еще вот проект насчет как бы подвижной архитектуры это проект американской архитектурной фирмы Райо Сан-Фрателло проект восточных мигрирующих плавающих садов Migrating Floating Gardens проект десятого года который исходит из того что действительно по мере того как площадь как бы на семье станет меньше было бы неплохо и с эстетической точки зрения и с точки зрения как бы чисто такого прикладного действительно чтобы там были созданы некие такие острова зеленые острова которые действительно как бы плавают витают в воздухе и которые как-то движутся вместе как бы с ветром но это пока только проект конечно здесь если это ближе к океану к космосу конечно здесь необходимо говорить Жак Рожери известный подводный архитектор который в течение последних десятилетий очень много проектов выдвинул последний его проект это проект Sea Arbiter 2014 года это как бы проект такого мощного 600 тонн полиподводного корабля который бегает по океанам в поиске неизвестных специй экипаж 120 человек который работает на порту до 6 месяцев потом меняет этот проект пока в стадии проектирования но самые смелые расчеты исходят из того что строительство начинается скоро и весь этот проект будет готов к концу 2017 года должен сказать что есть этому проекту предшественник проект Pentos 300 ленинградского конструктора Михайлова это серия из двух экспериментальных подводных лодок построенных в 76 и 83 годах это подводные биологические лаборатории Pentos от которых сегодня ничего не осталось один вообще утонул по-моему одно судно как бы и утонуло а второе сейчас в очень жалком состоянии где-то лежит там около Новороссийска но вот эти они как-то предвещали идею Рожери насчет такого подвижной подводной платформы подводные биологические лаборатории Pentos 300 они не имеют в принципе аналогов малые размеры по сравнению с боевыми подлодками они являются весьма большими для размещения 12 человек что позволяет максимально приблизить исследователей к изучаемым объектам и разместить на лодке практически любое оборудование для аналогичных целей в современных исследованиях используют телеуправляемые с поверхности подводные аппараты что гораздо дешевле но гораздо менее нагладно и последний проект и этим будем заканчивать это проект сотрудника НАСА Джеффри Лендес проект Cloud City 2015 года предполагающий создание летающих городов над поверхностью Венеры на высоте 50 км ибо там как считает Лендес существует вполне пригодная для человеческой жизни услуга хорошая новость для всех любителей Венеры мы же знаем что Советский Союз когда другие на МАС пошли сконцентрировались на Луну были такие проекты 70-х годов которые потом приостановили выгнали люди может быть сейчас вместе с такими проектами будет некий такой ренессанс восхождение любопытства интереса к Венере в частности проект Cloud City показывает каким огромным потенциалом владеет идея именно подвижной среды обитания человек не просто соселяет чужие пространства но бегает по ним что в корне меняет его взгляд на собственное место в мироздании превращая его действительно в космоморское существо как предусловие достижения им практического бессмертия спасибо спасибо Спасибо.